Если вам честно сказать, у меня ощущение, что я совершила трудовой подвиг, потому что я вылезла во всю квартиру. В переносном смысле этого слова. Я помыла всё. Вы знаете, всё, что видели мои глаза, я помыла. Просто. Пылище. Потому что окна постоянно открыты. Видите? Ой, вот. Окно открыто. Оттуда ветерок дует. Балкон открыт. Всё это, любая пыль, она вся садится. Просто по полу всё. Такой слой пыли был. Даже пылесосишь, даже каждый день моешь, протираешь. Бесполезно, всё равно пылище. Но сегодня я и ванну, и всё-всё. И постельная поменяла. В общем, сделала всё. Водички. Водички охота. Хорошо я холодненькие водички набрала. Надо морс сделать. Она как раз отсадилась, процедилась, пока я тут занималась делами. И что? Ну, в общем-то, и всё. Надо сейчас перевести себя в божеский вид и идти за посылками. Это первое. И всё-таки я куплю помидоры на фабрику. На базу я, наверное, всё-таки не пойду, потому что уже поздновато. А вот в магазине куплю, ну, полкило помидорчиков. Если будут такие красивые, вкусненькие, то я куплю. И сделаю всё-таки аджику, как я хотела, живую. Ну, и картошечки. Буквально несколько штук. Несколько штук картошин таких молодых, чтобы к селёдочке сварить. Селёдочка тоже будет. Всё. Всё сделала. У меня пахнет тут кометом. Мне это нравится. Единственное, что мне не нравится, это мой убогий маникюр. Я планировала его делать, но, видимо, сегодня уже не судьба. Хотя, ещё не так поздно. Может быть, я сегодня сделала. Видите, всё поотрастало. Выглядит это ужасно. Можем бы обновить, но... Не знаю. Жарко. Я вот в такие дни думаю, господи, почему у нас нет кондиционера. Ну, видимо, когда-то я дойду к этой мысли, и мы всё-таки его поставим. Бульгария пришла водичку. Бульгария, давай тебе там водичка хорошая. Давай холодненько тебе наберу, моя девочка. Холодненько я тебе сейчас наберу, чтобы тебе приятно было пить. Стоит у неё там уже нагрелось. Сейчас моя курочка пить хочет моя девочка, любимая. Она моя косичка, моя любимая, девчоночка. Тоже ходит и ест слабо. Ну, жарко. Я представляю ей в шубе. Кто тут в шубе ходит? И зеватён ходит в шубе. Водички набрала, на балкон вынесу. Сюда, если что, отраву зафигарю, чтобы свои цветы... Но ещё хотела в Тысячу мелочей зайти. И там садовые у нас есть, ну или как он называется. В общем, там тоже можно посмотреть... Как они называются-то? Отраву. Отраву для тли. И зайду, если отраву не найду, то зайду, куплю хозяйственное мыло. И ещё у меня посылка же не открытая. И, а, я же на почту схожу. Здесь, в этой посылке, я не знаю, какие броши. Но я знаю, что это броши. Одна из них для меня предназначалась. А вторую, Татьяна, которая меня отправила... Она мне уже присылала много разных. И зайчика, и... Как вам помните? Снегирь. И перчик. И... Ну, много. И вишенки. В общем, много она мне присылала. В общем, она мне написала, говорит, Оля, я хочу вам отправить ко дню рождения брошь. И одну точно такую же брошь я хочу, чтобы вы разыграли в Инстаграме. И подарили подписчикам. Никаких проблем. Вот одну брошь останется для меня. А одну я разыграю в Инстаграме. Но я ещё не знаю. Видите? Я чувствую, что здесь такая коробочка. Я не открывала. Ещё всё запаковано. Сегодня всё открою. Дырочка маленькая появилась. Всё, не открою. Всё, ладно, пошла я. Смою из себя этот дневной пыль. Приведу себя в порядок и пойду на пол.